Всем привет! Сегодня я буду показывать, как сделать маску из футболки. Может быть, для некоторых это и смешно, но для некоторых это очень актуально. Во-первых, дорогие мои, я покажу, как сделать ее без машинки. Для этого вам всего лишь понадобится старая футболка, возможно, еще старая майка, а может быть, у вас есть просто ткань, такая же, как трикотажное полотно, которые используются на футболке. Желательно, чтобы это был хлопок, чтобы вам было легче дышать. Вам понадобится еще линейка, ручка, кусок бумаги для того, чтобы сделать выкройку. И понадобится иголка и нитка. Так что воспользуйтесь этим, не думайте, что лишний раз одеть маску – это стыдно. Не заражайтесь, не заражайте своих близких. Поехали смотреть, как я делаю маску. Продолжение следует... 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 Сейчас мы возьмем нитку с иголкой. Я взяла нитку потолще, уж не совсем тонкую. И пригодятся мне еще в данном случае небольшие булавочки. Я закреплю так, чтобы слои не смещались. И мне было комфортно с ними работать. Если у вас есть машинка, это прекрасно. Вы можете облегчить себе задачу. Сейчас нам нужно сделать два шва, две строчки. Нам нужно сшить отсюда. Так, я постараюсь нарисовать ручкой. И соединяем с противоположной стороны. Нам нужно сшить здесь, и вы уже, наверное, догадались, с этой стороны. Если вы будете шить на машинке, посмотрите, чтобы натяжение нити было, и чтобы не был очень мелкий шов, потому что нам впоследствии надо будет растягивать маску, одевая ее на лицо. Поэтому должна быть ширина стежка достаточно широкая, удобная для растяжения. И я буду шить вручную, буду шить одной ниткой с узелком. Я знаю, возможно, многие люди, которые вообще не держат нитку с иголкой, никогда в руках, захотят воспользоваться этим методом. Поэтому буду объяснять простыми словами. Значит, здесь нам нужно закрепить нитку. Это значит, несколько сделать швов на одном месте. И будем шить таким образом, возвращая иголочку назад. Так, еще раз, на всякий случай. Вот так. Можно даже сделать узелок, чтобы все у нас было зафиксировано хорошо. И будем прошивать. Вперед стежок. Разровняли руками. Захватываем. Особенность данного шва в том, что он похож на шов от машинки. Он достаточно крепкий. И когда вы руками его шьете, вы можете чувствовать, как натягивается сама ткань. И, в общем-то, не затягивать его слишком. То есть, вот посмотрите, то, что я уже сшила, он растягивается, этот шов. Если бы мы очень жестко его сшили, то было бы минимум для растяжения у нас возможности. Раз, чтобы потом одеть эту маску. Поэтому очень сильно его не зажимайте. Но и все же она должна, этот шов должен очень крепко, в общем-то, достаточно крепко маску держать по этому шву. Потому что она у нас многоразовая. Так. В общем, таким образом мы зашиваем до конца. Один и второй шов. Смотрим. Примерно так. Это будет зависеть от того, как аккуратно и как часто вы, в общем-то, делали проколы. В общем-то, где-то у меня это 0,3-0,4 миллиметра. Меньше не надо. Еще раз повторю. Для того, чтобы была возможность эту маску растягивать. Далее нам нужно обрезать лишний материал. Потому что мы будем маску выворачивать. Но мы будем обрезать так, чтобы не задевать наши шлейки для ушей. И далее мы избавимся еще от кое-каких ненужных деталей. В первую очередь, это вот эти белые ушки, которые мы аккуратно отрежем. С одной и с другой стороны. И точно так же мы обрежем вот эти белые заготовочки. По этой линии, по которой мы намечали на выкрой. Вот что у нас получилось. И теперь мы немножечко доработаем оставшиеся ушки. Мы их тоже немножечко обрежем. Буквально совсем чуть-чуть. Вот. Чтобы у нас получилась вот такая красивая штука. И теперь мы выворачиваем нашу маску. Это у нас внутренний слой. Не тянем. Аккуратненько. Помним, что мы это все шили руками. Аккуратненько вот здесь вот швы распрямляем. Вот что у нас получилось. Собственно говоря, теперь нам остается только завернуть вот эти наши выступающие края вовнутрь. Так, чтобы не было видно белого. Вторую часть тоже сюда завернуть. И закрепить швом, таким же, как мы делали изнутри шов, закрепить здесь. Единственное, я бы вам советовала брать нитку в тон маски. Ну, то есть в данном случае черной, чтобы ее не было видно. У нас получилась вот такая маска. Она отлично тянется. Мне нравится она тем, что вот эти мягкие, можно как бы на первый взгляд сказать, такие не очень аккуратные завязочки. Они очень хорошо и комфортно на ушах держатся. Следующее, чтобы я вам порекомендовала. То есть это такая уже практически ее можно одеть и носить эту маску. Но есть еще несколько нюансов. Во-первых, сколько я не смотрела выкорек, например, на китайских, корейских сайтах, все же немножечко разное на томе строение лица говорит о том, что у нас немножечко побольше у славян носы. И поэтому некоторым, одевая маску, вот здесь просто за счет того, что естественная выемка носа, она просто создает здесь такой кармашек и, в общем-то, неплотно прилегает. Поэтому в данном случае очень удобно сделать маленькую доработку. Вы, конечно, можете примерить на нос, непосредственно себе ее одеть. Но я уже знаю, что я возьму маску. Примерно посередине вот так размечу. И где-то сантиметр в сторону сделаю такой небольшой зажимчик. И вот точно так же вторая. Вот так это у нас с вами получилось. Я сейчас одену и покажу, как это выглядит на лице. Еще пару слов о том, что, смотрите, эта маска, я бы сказала, на такой средний размер лица. То есть, ну, условно, эмочка назовем это. Если у вас, вы обладатель лица побольше, то, соответственно, вот эту выкарику, которую мы с вами рисовали, можно взять не 17, а 19 сантиметров. То есть, сделать ее шире. Соответственно, она у вас будет чуть побольше. Точно так же здесь ее еще можно конкретно под анатомию своего лица дорабатывать. Что мы можем сделать? Например, один вариант мы просто можем взять и немножечко сделать вот здесь такой защип. Точно так же зашить. И тогда будет область носа еще больше, как бы, как двойная такая тут, да, защита. Либо можно сделать два таких зажима, или вот здесь, как бы, да. Но в данном случае эта маска, она не очень широкая, поэтому мы ее оставим так. Если вы сделаете маску шире, вы можете еще сделать здесь с боков дополнительные такие зажимчики. Она очень хорошо садится и держится на ушах. Это не резинки, они очень комфортно. Во-вторых, вот эту часть носа, где мы сделали зажимчики, вы сами видите, она достаточно хорошо держит. И она, собственно говоря, несмотря на даже на размер, кажущийся, что она небольшая, она очень хорошо закрывает и плотно, за счет того, что мы ее растягиваем, прилегает. Так что я надеюсь, что вы сможете сами, своими руками сделать такую маску, и не одну. Не болейте. Очень прошу вас, берегите себя и своих близких. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok